по безопасности Украины, заместитель председателя, экс-заместитель председателя СБУ. Виктор Николаевич, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Доброе утро. Если говорить о сотрудничестве Украины, давайте так, и Соединенных Штатов Америки, по сообщениям западных СМИ, один из главных аспектов успешной деятельности Вооруженных сил Украины в Харьковской области, это в том числе помощь с разведданными от Соединенных Штатов Америки. По крайней мере, об этом, если мне не изменять память, Вашингтон-Пост писала. Вашингтон-Пост писала, кстати, о том, что обозначила одну из главных ролей в успешных контрнаступательных действиях Вооруженных сил Украины Верховному главнокомандующему Украинской армии, президенту Украины Владимира Зеленского, а также генералам украинским о том, что благодаря слаженным действиям и украинской стороны, и разведке Соединенных Штатов Америки удалось все-таки освободить большую часть Харьковской области. Тогда же говорили представители Вашингтон-Пост, опять-таки, если мне не изменяет память, именно эти авторы, что сначала США не были настолько готовы столько передавать информации, а после уже передавали огромное количество, в том числе о нахождении войск и многое другое. У меня закрылась мысль как раз о доверии тут. Понятное дело, не все данные передаются украинской стороне от Соединенных Штатов Америки. От чего зависит этот аспект? Ведь чем больше данных, тем больше возможностей появляется у Вооруженных сил Украины, тем больше городов украинских становится освобожденными от российского оккупанта. Во-первых, надо понимать, что Вашингтон-Пост – это газета, которая пишет не столько правду, сколько то, что она хочет писать. Давайте так, честно говорить. Потому что все-таки информация, которая поступила в эту газету, она не очень соответствует действительности. В иностранной прессе очень много писалось про то, что все, что делалось с этой операцией, это все делалось под четким контролем Соединенных Штатов или наших союзников. Это не очень соответствует действительности. Да, развединформация и шла. Да, идет взаимодействие и очень тесное сотрудничество. Да, мы действительно получаем огромное количество данных, в том числе из космических объектов, которые контролируются нашими союзниками. Но все-таки основное, что принимается решение, основное, где идет анализ и окончательное решение, это все-таки за украинской стороной. А доверие очень простое. Если тебе дают информацию, эта информация не вытекает куда-то в информационное пространство. Если она очень четко используется, если используется не просто четко, а по назначению, то понятное дело, что сотрудничество будет взаимным. Это во-первых. Во-вторых, информация идет обоюдно, потому что та оперативная информация, которой владеет Украина, она тоже интересна Соединенным Штатам. Она интересна, в первую очередь, тем, что Украина все-таки намного лучше понимает врага. Мы имеем там своих очень надежных источников. И информация, которая поступает от наших союзников, информация, которая поступает от нас, она взаимно дополняет одну другую. Поэтому и идет сотрудничество. Поэтому если считать, что только Украина получает информацию, только мы являемся ее потребителями, то это неправда. Это действительно взаимодополняющее сотрудничество на очень многих уровнях. С вами согласен. Пытаюсь сейчас вспомнить, как раз какое непосредственное СМИ об этом писало. Сейчас найду, точно скажу, чтобы вдруг что не обижать автора Washington Post. Джозеф Байден в недавнем интервью говорил о продолжающейся поддержке Украины. Он многое сказал, в том числе о Китае и Тайване. Наверное, для американских зрителей, как и для, возможно, зрителей из Тайваня, это было главное. Понятное дело, что Украине, и, наверное, в этом плане Российской Федерации, главный аспект был именно об Украине, что эта поддержка будет, несмотря ни на что, продолжаться. В том числе, ранее президент США предупреждал Владимира Путина о ядерном ударе. Вы знаете, складываются впечатления. Мы так немножко отходим от темы поддержки США Украине со стороны Соединенных Штатов Америки, но не проанализировать этот ответ я просто не могу. Джозеф Байден просто так подобные вещи не говорит. Так было до 24 февраля. Джозеф Байден предупреждал Путина откровенно, говорил об этом открыто, в том числе, превселюдно, в комментариях, в интервью и многом-многом другом. Теперь же Байден говорит о ядерном ударе. Это рассматривать исключительно как просто заявление политическое, просто как очередное предупреждение. Либо же, опять-таки, мы возвращаемся к разведке Соединенных Штатов Америки. У этой разведки есть определенные данные, исходя из ситуации на фронте, что Кремль готовится к одному из самых худших решений вообще в своей истории. На самом деле, надо понимать, что в окружении Путина есть те люди, которые действительно рассматривают такую возможность. Они рассматривают возможность не только использования ядерного оружия, а в первую очередь они действительно рассматривают возможность использования не ядерного, но очень сильного, мощного оружия против критической инфраструктуры. В первую очередь, это гидросооружения на Днепре в Украине. И один из этих моментов был продемонстрирован в Кривом Роге. То есть они реально вообще не имеют никаких, грубо говоря, тормозов и могут использовать оружие, которое может привести к массовым жертвам среди мирного населения, которое никакого отношения к военным действиям не имеет. И это рассматривалось на уровне руководства ихнего генерального штаба как один из вариантов давления на Украину. И понятное дело, что среди этого всего и стоял вопрос о возможном применении тактического ядерного оружия. Тактическое ядерное оружие, оно применяется, все знают, что оно было произведено и сделано для того, чтобы использовать исключительно на поле боя против больших скоплений войск для прорыва каких-то оборонительных сооружений и еще каких-то моментов. Но точно не против мирного населения и против страны в глубине обороны. Поэтому я думаю, что вот эти теоретические на данном этапе возможности использования вот этих вот двух моментов и были озвучены Байденом как возможное предупреждение Путину, что если они такое себе даже там теоретически могут придумать, то это реально будет расценено как даже не нападение на Украину, а нападение, наверное, на весь цивилизованный мир. И я не знаю, остановит это или нет этих маньяков, но это один из тех вопросов, которые действительно очень беспокоят мировое сообщество. Добавлю только, да, авторы Нью-Йорк Таймс об этом писали, в том числе разведданных Соединенных Штатов Америки от один из авторов этой публикации Хеллен Купер. Хеллен Купер, для наших зрителей объясню, это корреспондент Нью-Йорк Таймс в Пентагоне. То есть в том числе, ну это, как мне кажется, показывает в том числе, какое отношение есть и в Пентагоне, к Украине, ну и в том числе. Есть также информация о том, что несмотря на определенную долю скептицизма в некоторых американских кругах, вот подобная поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки, она будет продолжаться. Я говорю там скептицизм, некоторые республиканцы говорят о необходимости прекращения и взора на внутреннюю экономику, нужно посмотреть якобы Байдену на инфляционные процессы в Соединенных Штатах Америки. Складывается впечатление, что несмотря ни на какую ситуацию, ни после выборов, ничто не может, скажем так, изменить поддержку Соединенных Штатов Америки, Украина. Понятное дело, мы с вами ни экстрасенсы, ни ванги, не можем прогнозировать, насколько долго это будет поддержка. Но есть еще такое мнение, что эта поддержка стала возможной исключительно благодаря успехам Вооруженных Сил Украины на поле боя. И тут, знаете, как в том украинском анекдоте, как-то неудобно. Получается, предоставляли Украине джавелины, предоставляли Украине НЛО, там другое вооружение, в надежде на то, что Вооруженные Силы Украины будут вести там исключительно партизанский бой. Сейчас же, проявив определенную долю успеха, проявив определенную долю профессионализма на поле боя в США, со стороны ВСУ, США такие, ну окей, значит время хаймарс пришло. Смотрите, Соединенные Штаты, такие западные страны в своей, ну демократическая часть мира, она очень зависит от мнения электората. На данном этапе в Соединенных Штатах за последними опросами 73% населения, граждан Соединенных Штатов поддерживает вступление Украины в НАТО. И около 75% поддерживает именно то, что Соединенные Штаты надают военную помощь в таком количестве, которым они надают, именно Украине. Поэтому хотят или не хотят там какие-то политики, нравится это или не нравится, но они будут поддерживать именно то, что кроме того, что это действительно входит в интересы Соединенных Штатов, это еще и входит в интересы электронные. То есть они не могут идти против электронных интересов своих избирателей. И я надеюсь, что такая ситуация и в основных странах, которые поддерживают Украину, я думаю, что люди в демократических странах мира понимают, что мы действительно находимся на форпосте цивилизации. И если мы не устоим, то вся эта беда перейдет к нашей границе и дойдет до них. На самом деле мир не такой большой, как кому-то кажется. Виктор Николаевич, говоря о поддержке, Ллойд Остин, министр обороны США, говорил, что военная поддержка Украины со стороны союзников приносит плоды на поле боя. И, как сказал Остин, сейчас развязана Россия. Война вновь находится в ключевом моменте. И очень важно сохранять поддержку Украины и далее. Вот он что сказал по этому поводу. Российские войска продолжают жестко бомбить украинские города и гражданских ракетным и артиллерийским огнем. Но украинские силы начали свое контрнаступление на юге страны. Они интегрируют возможности, которые все мы предоставили, чтобы бороться и отвоевывать свои суверенные территории. Сейчас мы видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя. Каждый день мы видим решимость союзников и партнеров по всему миру помогать Украине сопротивляться российской незаконной, империалистической, неоправданной захватнической войне. Мы должны развиваться, поскольку развивается борьба. Как сейчас говорят некоторые эксперты, еще ленд-лиз не вступил в действие, а качественное контрнаступление, результаты контрнаступления в Харьковской области уже увидели. Как вы думаете, сейчас с приходом ленд-лиза, с поступлением вооружениями вследствие ленд-лиза, стоит ли сейчас ожидать, стоит ли в октябре ожидать больше контрнаступлений, или все-таки не зачаровываться, чтобы потом не разочароваться. И еще тоже мнение в Пентагоне, которое звучало после контрнаступления в Харьковской области, что это было удивлением только для россиян, а для союзников и для украинцев вот такой прорыв и освобождение временно оккупированной территории, это было ожидаемо за счет того вооружения, за счет той поддержки, которая была у Украины. Понятное дело, что зачаровываться не надо. У нас идет очень тяжелая и постоянная работа наших ребят на фронте. И союзники понимают, что если в какой-то момент дать слабинку и не прекращать в том объеме и в тех темпах поставлять вооружение, действительно, на Украине могут получиться какие-то проблемы. На самом деле, надо понимать, что линг-лиз, он ничем не будет отличаться от того, что сейчас происходит с поставками вооружения. Просто поменяется система оплаты и поменяется система возможностей нашего потом взаиморасчета с союзниками. А поставки будут идти в тех же объемах и, наверное, просто уже логистика отработана на такой степени, что все будет очень четко и без задержки. Я думаю, что Украина показала, что используя даже те возможности, которые она сейчас имеет, минимальные какие-то поставки тех или других типов вооружения, качественное ее использование, это все в комплексе дает те результаты, на которые действительно никто не надеялся, кроме самих украинцев. Ну, надо понимать, что все-таки мы боремся за свою страну, мы освобождаем свою территорию и даже если, грубо говоря, как наши ребята говорили, нам прекратят все, какие-то там поставки, мы все равно должны идти вперед, потому что другого у нас просто нет решения вопроса. Мы должны освободить свою землю. Еще один аспект, еще один момент, это то, что сейчас из-за санкций Российская Федерация, вынужденная экономика Российской Федерации, вынуждена развернуться в направлении Востока. Ну, как они говорят, это для них открываются какие-то новые возможности сотрудничества, но после ШОС, после того, какое отношение было проявлено к Путину, понимаем, что и те уступки, на которые сейчас идет Российская Федерация перед Китаем, перед Индией, многое теряя для своей экономики и, соответственно, для своих граждан. В этом контексте, то есть, с одной стороны, поддержка Запада, с другой стороны, вынужденный разворот и уступки для Китая и для Индии. Что сейчас будет с вооружением, с техникой Российской Федерации? Ну, в Российской Федерации огромные проблемы. Уже журналисты даже вычислили эти проблемы, и рассказали про них. Все четко было расписано. У них большая ситуация, огромная проблема с вооружением, с боеприпасами. Они за последние полгода в Украине, используя интенсивность боев, фактически, был использован 7-летний запас боеприпасов, восстановление которых потребуется, ну, не знаю, огромные экономические усилия, которых просто нет. Нету, кроме того, что заводы не работают в нормальном состоянии. Понятное дело, что санкции очень четко работают. И огромная проблема с стволами для Аубиц и для бронетехники, огромная проблема с моторесурсом бронетехники. Все это восполнить прямо вот сейчас в том объеме, который необходим для восполнения, для пополнения вооруженных сил на поле боя, им не удается. Они пытаются решить эту проблему поставками с других стран. У них не так много союзников, это можно очень четко проследить. Они обращаются действительно к тем странам, которые, ну, просто никто не ожидал, что они даже будут обращаться к НДР, там, к Женистан, еще какие-то страны, где-то на складах что-то есть. Но логистика поставок, огромное расстояние, которое надо преодолеть. с железнодорожным составом, оно тоже не позволяет вовремя восстанавливать боеспособность воинских частей. Я надеюсь, что вот эти вот все проблемы, они будут только усугубляться. И у России ближе к Новому году действительно возникнут невосполнимые потери и проблемы, которые отразятся на поле боя. Я надеюсь, что Россия остановится. Даже вот на этом этапе. Еще один аспект. Атакмс, который необходим вооруженным силам Украины. В России сказали, что если США передадут такое вооружение, США станут стороной конфликта. Взвешивают ли сейчас риски, скажем так, в Вашингтоне, либо уже готовы передать? У нас буквально 30 секунд. Я думаю, что они готовы передать. Это решение уже было принято. Я думаю, я даже не исключаю, что есть какие-то варианты, что они уже у нас есть. Услышали вас. Спасибо огромное за ваши комментарии. Напомню, что Виктор Ягун был с нами на связи, военный общественный деятель, генерал-майор службы безопасности Украины, экс-заместитель председателя службы безопасности Украины.